Дмитрий, у нас есть это видео, я попрошу его сейчас показать, а вы вот как раз прокомментируете, это первый фрагмент, сейчас наши режиссеры покажут это видео, а вы продолжаете свой комментарий по поводу вот этой вот ФАП-3000, да. Да, вот это видео, которое свидетельствует о том, что ВКС Российской Федерации в очередной раз, ну скажем так, сыграла не на имидж Российской Федерации, то есть это откровенно имиджевые потери и соответственно свидетельство того, что ВПК Российской Федерации, ну прибывает в режиме стагнации, согласитесь не попасть по зданию, которое, ну его даже на видео видно, это внушительная постройка, а соответственно радиус отклонения от цели там по-моему до нескольких сот метров, ну вы знаете в чем и опасность данной ситуации? Дело в том, что Российская Федерация применяет активно и ФАБы и соответственно КБП, не только по позициям вооруженных сил Украины, но и в первую очередь для обстрела жилых районов украинских городов. А с учетом того, что радиус отклонения от цели составляет несколько сот метров, мы можем говорить о том, что это оружие не избирательного действия, ни о каком высокоточном оружии речь не идет. И соответственно количество возможных жертв среди мирного населения будет просто катастрофическим. Вот об этом следует говорить. И вот это ярчайшая иллюстрация возможных фактов международного терроризма со стороны Российской Федерации.